Добрый день, дорогие друзья. Я благодарен, что нашли время встретиться со мной, хотя время не очень удобное, пятница, 3 часа дня, вроде еще не конец рабочего дня, а что-то уже конец рабочей недели. На самом деле, я не так часто в Кингисееве провожу такие встречи, хотя такой формат очень популярен во время моих рабочих поездок по большинству районов Ленинградской области. Если говорить сегодня про Кингисевский район, о Кингисевском районе, то, конечно, мы сегодня считаем, что ситуация в Кингисевском районе достаточно для нас понятна, стабильна и, самое главное, стабильна на перспективе. И не только потому, что в Кингисеве сегодня очень хорошая экономическая ситуация, мы видим это по средней заработной оплате, которая есть в Кингисевском районе, по одному доходу, который поступает в местный бюджет и в том числе в областной бюджет. Мы еще это видим и потому, что мы четко понимаем, что будет происходить в Кингисевском районе в ближайшие 5 лет. Конечно, нам очень важно, чтобы у нас был баланс в Кингисеве. Баланс, чтобы развивалась не только экономика, но и развивалась составная сфера. Мы туда включаем и образование, школы, участие, сады. Благодаря Кингисевску строя крупнейшие спортовые службы, я добавил порт, который сегодня выходит на объемы 100 миллионов тонн грузов. Я вместе с Кингисевом, составом небольшой нашей делегации, был весной в двух крупнейших портовых комплексах Европы. Это Рокордан, Амстердан. Так вот, Рокордан выходил на 100 миллионов тонн, 100 миллионов. Мы вышли на 100 миллионов тонн, сады, сады, сады. Это, конечно, огромное достижение. Я вообще не понимаю. Они нам показывают справочники. Вот справочник 2015 года, вас здесь есть. Вот справочник, ожидаемый, по-моему, 2016 года. Здесь полпус рука, 100 миллионов тонн. Мы ведь не понимаем, как это произошло. В бассейне только что открыли начало строительства школы пустомержа и так далее, и так далее. То есть у нас еще и планом громадьё, значит, серьезно реноваться в больничном комплексе, сделанное, когда не было, действительно, бежерайонным составляем. В больнице, на месте, это районно, в этой строительстве 50-летового бассейна, совместно, значит, с Еврохимом, это расширение и создание, так сказать, новой трассы, с Санкт-Петербурга до Нарвы или Казруксова, это тоже начинается, много-много другого. Но, тем не менее, я очень захотелось, чтобы вы, например, с развитием экономики, очень четко понимали, что в любом случае все, что мы хотим сделать, все, что мы хотим построить, это зависит от нас. Я всегда говорю, когда мы, начиная что-то друг от друга требуем, при этом не получив подачи, начинаем много-много жаловаться, я всегда делаю, вы знаете, мы можем очень активно жаловаться, я не знаю больше, даже, правда, это, чем, наверное, все сидящие в этом зале, я тоже могу активно жаловаться, но точно вспоминаю, что кроме меня, моей команды и вас здесь сидящие, жители района, жизнедеятельности, которые наши проблемы решают, мы начинаем реализовывать, программу «Реновация школ», «Ленинградская школа» – это программа, рассчитана на 7 лет, это программа очень серьезная, это программа, когда мы берем старые школы, то есть не оставляют в гости, но делают школы абсолютно новыми. И внутреннее содержание лишнее, и инженерные сети, и слаботочка, и бибель, и все остальное. Конечно, программа не дешевая, в среднем школы она подходит со 50-70, да, не говоришь, миллионов рублей, но мы это будем делать, потому что он точно понимает, что нам некуда двигаться, мы не можем строить новые школы, замер старых школ, в основном, это отдельные строя, то есть полчаса первого года, на ленточном фунтане, это просто невероятно ее заниматься, соревноваться, поэтому мы приняли решение строить. Мы также строим Балабурию и, значит, в Котельском, это Балабурию, тут 220-е посещение в смену, в Котельском на 100-е посещение в смену, но немаловажно, чтобы мы находили разумный баланс, и строя социальные объекты, не забывали про спортивные объекты, у нас, значит, запланировано питание в спортивных площадках, в площадках и школах, значит, например, у нас запланирована школа номер 4, это строительство современной спортивной площадки, это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, это ФОКО в самом городе Кенгисеппо, в Новоростске 28, да, мы с вами планируем, мы обязательно достроим в следующем году, у нас компания, понятно, которая строит бассейн Волгольд, та же компания, которая нам построила школу в Искуке, сейчас отреконструирована топ-культура, в которой мы с вами находимся, а кроме того, мы честно понимаем, что у нас есть болевые точки в Кенгисеппо районе, например, тоже в Узенке, где мы хотим провести реновацию школы, в Узенке, то понимаем, что как таковая в таком объеме школа не нужна создать такой удобно-посудовый центр, который был бы, например, воскресен и детьми, и пожилыми людьми, и так далее. Мы с вами завершаем строительство интерьерарных инспекций уже долго, я еще когда был главой Кенгисеппо, когда мечтал о интерьерарных инспекции, я отмечая проекту, мне показалось уже очередной, пусть небольшой, судьбой кудрой. Вначале даже, когда мечтник только появился, сказали, что по-моему, это и Сергей, и перешли себе резиденцию строить. Естественно, но это не резиденция, я прошел, посмотрел на все, что он по-другому, препарационный блок. Мы в этом году часть дороги сделали, и кто из вас уже ездит в Сланце, вы видели, какая получилась у нас дорога, я считаю, что дорога соответствует полностью европейских стандартам. А в следующий год уже строительные работы, проекты сказки, работа, затем строительство газопроводов деревни Новопятнинская, значит, большая постоянная же именинцы, кайбового тетельца Верката. Численное жилье на территории Ленинградской области, жилье многодетным семьям, поддержка граждан на принципах апатичного кредитования, жилье для молодежи. Значит, мы также, значит, работаем по программам обеспечения жильем граждан, у которых потеряно жилье, мы именно муниципальное жилье, значит, в результате следствия пожара. О, значит, канализации, как вам, я так понимаю, что дом имеет, значит, локальную канализацию. Да, это локальная канализация. Сразу же и крыша в зоне течет, тоже следующее вопрос. У тебя муниципальные? Нет, все, это частные, это частные квартиры, да, до квартирных домашних. Они издают в программе капремонта или расселения? Нет, не издают в насилии. Есть какое-то заключение комиссии? Они вообще должны идти по программе капремонта в сирене, там давно было признано военными или ветхими, до шашлотно военными туда. Помимо здесь, то есть, по программам капремонта, но будет таких домов ни один, ни два, из десяток, ни до такого состояния. И принимаем все усилия, проблема абсолютно знаем, она для нас не новая. Будет решение, как вам оплатиться, чтобы мы еще, к сожалению, не дошли, дошли до того. Ну, тогда, как раз, за вопросы задают производственные губернаторы. У меня просьба, значит, у нас, кто, все вижу, да, Тепко, Александр Михайлович, пожалуйста, встаньте, специальник имитента по журналисту коммунального хозяйства, транспорта, тогда у меня просьба, Виктор Ильич, вы вместе с ним силы на этот дом посмотрите, пока у нас будет там, значит, время на следующих мероприятиях, или кого-то, как правило, спектаристы, для того, чтобы понимать, что здесь дома вам делают дальше, а там, что вам нужно помочь или не помочь. Вот у меня есть здесь выдержки с интернета, очень много вот в ВКонтакте, обсуждаю, значит, и на сайтах ситуацию с мордом, и то, что мы будем строить новый морд, я думаю, не кричит. И для вас это, правда, хорошее. По-прежнему такая оговорка получилась. Мы, конечно, не обязаны финансировать ремонт внутриквартальных дорог, поселковых и муниципальных дорог, а мы четвертый год даем субсидию на ремонт дворовых территорий. Поэтому, если уж мы дорогу-то серьезно разбили, Виктор Ильич, с Михаилом Юрьевичем в рабочем порядке, проговорите, значит, чтобы на следующий год через субсидию предусмотреть. И, Михаил Ильич, также прошу несколько слов сказать, на ближайшие годы, что по дорогам к Кенгисевскому району мы будем делать. Александр Ильич, наш житель, который написал про фалилей, в основном, наверное, не информирован. Мы ведем работу с главой администрации, с подрядчиком, там все будет сделано, помощь Михаилу Юрьевичу не нужна будет, мы справимся с этим. Последние шесть встреч, когда глава сказал, что такая уж острая помощь вашей не нужна, поэтому придется на следующий год действительно поддержать и помочь по другим объектам. Министерство города не обижен другими, и в этом году и в прошлом году, где около 100 миллионов мы наедли только на муниципальные дороги, часть из них это 46 миллионов, и на социально значимые объекты по трем направлениям, это Иван-город, город Кингисепп и, по-моему, Краколье, там где-то порядка 35 миллионов. Поэтому такая тенденция будет продолжена, я надеюсь, что это поможет как раз местной муниципальной власти восстановить все дороги внутри поселения. Что касается региональных дорог, мы заканчиваем в этом году капитальный ремонт, лужица 1 мая, наша основная дорога, это Псков-Гдух, Краколье, Кингисепп-Краколье, значит, она в этом году частично будет приведена в нормативный порядок, поэтому я думаю, что тот альтернативный подъезд в портную услугу, он будет выполнен уже в этом году. Я хочу сказать, что когда я первый раз стал губернатором, в 2012 году, выступая с первой своей речью перед закатным собранием Ленинградской области, я сказал, что одно из моих предложений, я буду наставить на реконструкцию всех федеральных трасс, которые проходят по территории Ленинградской области. Прежде всего, это трасса Скандинавия, это дорога на Сартовалу, это трасса Пола, это Киевская трасса, особенно подход к Гачине, и это, значит, трасса Народин. Тогда депутаты поаплодировали, мы сказали, что мы вам не верим, что это будет. Вот сегодня все эти трассы реконструируются. Наиболее активно строится трасса на, значит, Приозерск, активно строится сегодня четырехполосное движение на Гачу и за Гачу, строятся биодоки, активно началась строиться трасса Скандинавия, то есть, кто-то ездил, и также, так сказать, будет строиться трасса Народин. Для нас сегодня Иван Гурак стал заложником наших лично-политических отношений. И, конечно, например, мы с руководством Кенгисиевского района, мы с Министерством транспорта еще в 2012 году строили очень большие планы на реконструкцию моста «Дружба». И более того, я уже только стал губернатором, первое совещание проводил с Минтрансом, значит, Таристом тогда был, Минтрансом, значит. Другие серьезные люди обсуждали начало реконструкции и строительства нового моста через Нарову, значит, который связал их в России, что-то. А потом случился сначала солдат наш, так сказать, в Таллине, ну, понимаете, о чем я говорю, да, памятник солдату. Но потом пошла цепочка событий, связанных с санкциями. И, конечно, сегодня у нас есть определенные сложности в взаимоотношениях с нашими соседями, с нашими партнерами, значит, в том числе с историей. Но, с другой стороны, мы четко понимаем, что тут не должен страдать наш российский народ. И мы продолжаем настаивать, и, кстати, в этой теме сейчас и Сергей Евгеньевич Нарышкин активно погружен, мы его погрузили. И мы сейчас работаем с Министерством иностранных дел, с Федеральной пограничной службы, со Федеральной службы безопасности о том, чтобы хотя бы для российских туристов и вот город открыть. Но мы, я думаю, добьемся, обязательно добьемся того, чтобы для российских туристов и вот город был открыт. Поверьте, мы работаем, я заинтересован не меньше вас, потому что развитие бизнеса, развитие музея, так сказать, и многого-много другого. Ленинградская область сегодня вышла в десятку субъектов со самым стабильным финансо-экономическим положением. Впереди нас, например, Москва и шесть субъектов нефтегаза. Вот мы после Москвы, значит, Москва-седьмая-восьмые, значит, но у нас нет ни нефти, ни газа, у нас просто, так сказать, есть желание развивать экономику и привлекать инвестиции. Мы сегодня имеем объемы сельского хозяйства, которые превышают наши до перестроечные объемы советского времени. Более того, мы входим, опять-таки, в десятку регионов, единственных, в десять всего регионов России, которые полностью себя обеспечивают продуктыми сельского хозяйства. Мы сегодня строим и ремонтируем дорог в пять раз больше, чем это мы делали в годы советской власти, в самые лучшие годы советской власти. Где мы за последние четыре года построили новую школу, новый детский сад, я там сегодня открыл, в прошлый год новый ФАП, отремонтировали полностью внутри посольного благоустройства. И сейчас строим новое чистое сооружение. Вот такие статапы мы должны сделать во всей регионов России. Единственное, что я знаю, о чем он говорит. Если избиратель скажет, что он меня не повезет, потому что у него во дворе есть дырка в Астанте, ну тогда мы что-то не понимаем. Но невозможно сегодня прийти, я огромное время на всех дворах и кисепах, какие бы успешны. Мне были, значит, золотые дыры, которые копились в тридцатилетии. Я помню, когда я здесь был главой администрации, я здесь первый начал, так сказать, после перестройки ремонтировать улицы. Я помню, с какими унижения, мне это давалось, когда я, значит, просил Юрия Ивановича Соболансова, когда возглавлял, значит, достроить такая была организация. Райский был генеральным директором Николича Копничного. Они сюда приезжали, я на кровослово уговаривал дом с разручкой на АТО, я могу чуть-чуть, в течение года воплотить первую улицу, помню, тогда, значит, ки-гисепе, значит, начинать, значит, эти улицы, центральную улицу, значит, покрывать, покрывать вас на АТО. Я бегу за поткой, уговариваю, ну вот первое решение делать ки-гисепе. Не было вообще никак никаких денег на эти цели. А потом он рассчитывался, так сказать, в течение года, как Бог. Верили, слава Богу, так сказать, приходили делать. Сегодня ситуация совершенно другая. Я считаю, что тот должен управлять страной, кто отвечает, оставаясь за поступки. И тот, кто не отманывает. Потому что можно отманывать раз, можно отманывать два, третий раз, никто верить не будет. Как тот пастушко, который пытался все напугать и кричал, что, значит, волки-волки. А когда на самом деле волки пришли, мы уже никто не верил. Вот я три года назад сказал, мы основную плату за капитальный ремонт на втором месте, самую низкую, подносили к заплату. И мы три года, и 17-й год, мы ее не будем повышать. Но я никогда не помещаю, что мы не главную плату за капитальный ремонт. Я помещал, что мы будем для населения повышать по оплату только на 50 процентов, а мы будем линфляцией. Я помещаю, что мы будем интенсировать социальные выплаты. А принять социальные кодексы, депутаты, думаю, Дмитрий, так сказать, и здесь Владимир Федоров присутствует, они меня поддерживают. Мы за счет того, что есть эти арестичные, у кого социальная арестичность превышает двукратную минимальную оплату, 20-й год, мы не будем платить социальные пакеты. На счет этого мы от 25 до 50 процентов увеличим социальные пакеты тем, кто вы так нуждаетесь. И мы подглавляем список Единой России. Мы вас знаем. Хорошо. Кто, в кавычке, кто, другие кандидаты. Но я отвечу, давайте мне будем считать, что это предубранная агитация, я просто биографию скажу кандидатов, без всяких призывов. Я возглавляю список Единой России по Ленинградской области. Я там согласен возглавить, потому что в прошлом году Единой России меня выдавил губернатором Ленинградской области. Поэтому та партия, которая меня выдавила губернатором и поддержала на выборах, я, естественно, решил поддержать партию во время выборов в Задательном собрании Ленинградской области. У нас в списке, еще кроме меня, два части список, состоит из трех человек. Все они местные, в отличие от коммунистов, которые, например, привлекли режиссера Борга, который, извините, у них как затычка в почте, но одновременно и в Петербурге, и в Ленинградской области, и в Псковской области, еще там где-то. Ну, может быть, не хватает просто именов, не знаю. Вот, у нас все свои. Татьяна Евгеньевна-Дюлина, главный врач областной больницы, главный кардиолог Ленинградской области, координатор проекта «Партийного здорового сердца». Многие из вас, мы лично знаем, она проводит приемы граждан и так далее. Второй у нас в списке, кроме нас, Татьяна, это Юрий Васильевич Трусов, почетный житель Ленинградской области, житель облакатного Ленинграда, представитель сельскохозяйственных директоров Лепптицыпрома, кстати, по мясу, по инсультициям, лидеры Российской Федерации, значит, и одновременно представитель общественной палаты Ленинградской области. Вот. Единая Россия решила в этом году поддержать всех, как мы говорим, чтобы мы были не политической партией, а партией здравых людей, или партией людей, которые хотят сделать дело. В федеральном смысле у нас возглавляется Сергей Евгеньевич Нарышкин. Наш тоже житель, работа в правительстве. Уважаемый Алексей Евгеньевич, строится и называется порт-услуга. Транспортное движение по железной дороге увеличилось. Большая проблема сейчас проехать на железную дорогу на переезде Лима. Когда планируется строительство биотука, а это переезде, а его строительство говорят уже не один десяток лет. Мы сегодня строим, вот сегодня в Ленинградской области строим 4 биотука. Дальше у нас есть плана террориста биотука недалеко в соседнем районе. Это биотук Волосово. Так, Михаилович, да? Биотук. Биотук в Тосно и биотук во все области. Наверное, мы пока еще не подошли к решению строительства биотука, потому что интенсивность движения, хотя там и большая, я сегодня проезжал там, но она меньше, чем те три биотука, о которых я сейчас вам говорю. Поэтому пока вот в планах 17-18 года, в ближайшие два года, этого биотука нет. От Ивангорда вопрос. По улице Пастерова открыт ночной магазин, Пауль-5, где водка продается с 6 утра, по цене в раздель. Я этот вопрос знаю. У меня этот вопрос задавали на прямом эфире в понедельник. Я там лично указали, что провести проверку. Если вы уже проверку провели, то, значит, пожалуйста... Вопрос уже решается, и я думаю, на сегодняшний день будет его решение. Когда вам звонили, где было заявление. Был вам звонок, но заявление в нигде не было. Ни в районной администрации, ни в администрации города города. Оно появилось. Мы работаем. Вот последний раз такая погода у нас была в Ленинградском области в 1953 году. Вот такого количества осадков больше никогда еще не выпадало. И сегодня по очень многим населенным пунктам, особенно по деревенству, грунтовой, щедоточной дороге, по стороне перехода, расходу. Мы приняли решение, что мы готовы оказать из дезертового фонда деньги на восстановление этих городов. Вот мы выигрыш здесь посмотрите. Это уже не автобусы касается, а в целом. По районам, где такие дороги пришли в совсем негодном состоянии, будем вам помогать их восстановлению. Василий, у меня еще есть здесь несколько обращений, но они такие индивидуальные. Просто покажу вам дону, если бы это в таком аптеке, но касается в том числе здесь усадьбы возле Молосковиц, Белой Кирки. Я все-таки обращения у вас был с собой, потому что здесь адрес, здесь телефон и так далее. И мы на них уже, так сказать, не просто обиду, здесь надо в диалогу уступать, потому что так просто смогут не решить. Заканчивая, я хочу сказать, что мы проанализировали вопросы, которые есть в Киеве-Сити. Вот, кстати, на первое место вышли вопросы по потопам. Это на улицах, там как раз деревня, поля. На втором месте дороги, причем не районные дороги, а именно внутригородские, деревенские дороги. На третьем месте проблема жилищно-коммунального хозяйства, управляющей компанией, качество воды в домах, особенно в городе Киеве-Сити и в городе. Это железнодорожный переезд, ну, вы знаете, о чем я говорю, тоже Аттеновская дорога после строительства вокзала оборудовала железнодорожный переезд, как они считают, правильно. А люди будут не ходить в другом месте, так вот там, переехать в соответствии с требуемым безопасностью, которые категорически отказываются, старые переезды сделают. Мы проводили переговоры железнодорожного, чтобы они построили наземную, высокий переход, значит, тогда будет проще. Они отказываются, что же дорого. Ну, диалог очень сложный, потому что, к сожалению, договориться не можешь. Эта проблема, значит, остается. Остальные вопросы, в основном, которые здесь мы видим, это вопросы, которые касаются страхства, в том числе автобусного сообщения и, значит, здравоохранения, в том числе отношений у врачей, к пациентам и так далее. Я тоже вам эту технологическую записочку оставлю с тем, чтобы вы обратили внимание на те основные вопросы, которые волнуют Киргисевского муниципального района. У нас есть очень важная миссия, позвольте ее выполнить сегодня. У нас есть мероприятие, которое ждет своего участия с осени 2015 года. 7 октября 2015 года в районном Совете депутатов принято решение о награждении знака. Почетный гражданин Киргисевского муниципального района, губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Владимировича. Ну, как получилось, вы много раз были в нашем районе, но награда уже так долго лежит. Это ваш город, вы здесь состоялись, вы делаете очень много для развития района Ленинградской области, поэтому это заслуженно, и нам с Александром Ивановичем очень приятно от всех, чтобы это сегодня сделать. Губернатор Александр Юрьевич Грозденко является почетным гражданином и города Киргисевского района, я считаю, что это справедливо, потому что он именно возглавлял Киргисевский район и город Киргисевский. И тогда был единый совет, и город, и район работали вместе. Поздравляю с вами. Спасибо.